Всем привет! С вами Дмитрий Мобединский. Я рад приветствовать вас на канале Кверти. И сегодня мы поговорим об озоне Хиггса. Эту частицу предсказали более полувека назад. Десятки лет ее искали в самых современных лабораториях лучшие ученые планеты. И вот, наконец-таки, чуть более трех лет назад, они заявили, мы нашли ее, она существует. Но знаете что? Вот прошло три года, и как-то ничего особо-то и не изменилось. Суперизобретений каких-то не было, зарплаты ученых по-прежнему меньше, чем у футболистов, в мире вообще полная неразбериха. Так тогда зачем нужен-то этот бозон? Дело вот в чем. Существует свод законов, которые очень хорошо описывают устройства нашего мира на микроскопическом уровне. Это называют стандартной моделью. И как раз-таки это теоретическая модель, и для полной уверенности в ней осталось последнее экспериментальное доказательство. Это нахождение бозона Хиггса. Это словно последний кусочек пазла, найдя который, у нас возникнет полная картина. Открытие этой частицы развеяло все сомнения в правильности современной физики, позволило ученым вздохнуть с облегчением и с уверенностью приняться за дальнейшую работу. Без этого наука буксовала бы и наверняка развивалась бы намного медленнее. И бозон Хиггса сам по себе достаточно интересный персонаж. Ведь благодаря ему можно понять, откуда у частиц появляется масса. Давайте, чтобы почувствовать важность происходящего, вообразим себе, например, всю Вселенную. Она заполнена не только звездами, планетами, галактиками, но и различными полями. Гравитационным, электромагнитным. Они, конечно же, пронизывают все тела насквозь. И, несмотря на то, что они невидимы, неосязаемы, мы все равно можем их заметить по их воздействию на различные предметы. Вполне очевидно, что на падающий молоток действует гравитационное поле. Можно считать, что вся Вселенная погружена в океан из полей. Мы, как рыбы, плаваем в нем и давно уже к этому привыкли. Но что, если существует поле, которое мы никак не можем заметить? Потому что его воздействие на предметы довольно-таки необычное. И, оказывается, такое и есть это поле Хиггса. Вот тут вот нужно немножечко пофантазировать. Поле Хиггса — это словно инстинкт самосохранения для частиц. Словно сотрудники БДД на дороге. В общем, ограничитель скорости. И если бы этого поля не было, то тогда все-все-все частицы во Вселенной двигались бы с максимальной скоростью, со скоростью света. Ну, тогда бы нас с вами не существовало. Но все-таки это фантазия, и такое поле есть. Некоторые частицы, например, фотоны, вообще не замечают этого поля, им просто наплевать. И они всегда гоняют со скоростью света, что бы ни происходило. Но вот, к примеру, протоны, электроны, они чувствуют это поле, взаимодействуют с ним, и от этого как бы тормозятся, становятся тяжелее. Ну, это словно вы едете на велосипеде по шоссе достаточно быстро, а потом сворачиваете на песок и чувствуете, что педали стало крутить сложнее, будто бы ваша масса увеличилась. Можно провести аналогию с пенопластовыми шариками. Если рассыпать их на поверхность стола, то от легкого дуновения они будут быстро разлетаться в разные стороны. Но вот если они окажутся на поверхности воды, то тогда будут двигаться достаточно медленно, словно вода сообщает им какую-то дополнительную массу. Также и поле Хиггса действует на частицы. Оно как бы утяжеляет их, не дает разгоняться им слишком быстро. Но что такое масса? Это величина, которая показывает, насколько легко или сложно разогнать тело. И если из-за поля Хиггса разгон частиц затруднен, то получается именно благодаря ему у частиц и появляется масса. Так, подождите-ка, а какую роль в этом играет бозон Хиггса? Ну, по большому счету-то никакой. Просто-напросто поле Хиггса, оно неощутимо. И для доказательства его существования и необходим этот бозон. Дело в том, что в любом поле, если представить его как гладкую-гладкую натянутую ткань, можно пустить какое-то колебание, волну. И вот это вот возмущение можно рассматривать как движущуюся частицу. Так вот, у каждого типа поля эта частица будет своя. Например, у электромагнитного поля это фотон. А у поля Хиггса, ну, это, соответственно, бозон Хиггса. И найдя эту частицу, мы на 100% уверены, что существует и поле Хиггса со всеми вытекающими из этого последствиями. И, наконец-таки, цена вопроса. Всего на этот проект было потрачено около 10 миллиардов долларов. И на самом деле это не такая уж и большая сумма, ведь, например, Google зарабатывает столько приблизительно за 10 месяцев. Так что, думаю, это не такая уж и большая цена за эксперимент, который позволил лучше понять устройство нашего мира. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Не мелочитесь, когда исследуете окружающий мир. И спасибо за просмотр.